Реализация благотворительных проектов на территории Тверской области стала главной темой разговора советника президента России Владимира Васильева с волонтерами Торжокского района. Встреча прошла на этой неделе в ходе общения Владимир Васильев и руководитель общественной организации «Доброе дело» Николай Романенко. Обсудили такие проекты, как «Подари дрова», «Помоги собраться в школу» и другие. Проект «Подари дрова» реализуется на территории Тверской области с 2014 года. Его цель – помочь одиноким гражданам пожилого возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заготовить дрова. Твердое топливо закупается на народные деньги. На сегодняшний день дровами обеспечено более тысячи домов. В каждый дом общественники привозят по 10 кубометров колотых дров. Об этом и в других проектах общественной организации «Доброе дело» ее руководитель рассказал советнику президента России Владимиру Васильеву. По всей области занимаетесь? «Волонтерская деятельность больше, где волонтеры приходят, только этажок и район. А благотворительная деятельность, адресная, куда мы помощь передаем, это у нас 8 районов Тверской области». Один из таких благотворительных проектов «Помоги собраться в школу». В его рамках оказывается помощь пяти тысячам семей. Цель акции – помочь детям из многодетных, малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к началу учебного года. В 2020 году общественники помогли подготовиться к школе 1825 детям из Торжокского, Ржевского, Лихославльского, Пеновского и Бежецкого районов. В этом году планируют собрать в школу 1974 ребенка. Еще один проект торжокских волонтеров – занятие по дыхательной гимнастике для людей, которые переболели коронавирусом. Идею добровольцев высоко оценил Владимир Васильев. Эта тема поддерживается и губернатором, и министром здравоохранения. Потому что есть целый ряд заболеваний, после которых, медики говорят, обязательно нужна профилактика. Ну, если, допустим, ковид нанес удар по легким, по сосудам, то нужно работать с тем, чтобы разрабатывать легкие, чтобы сосуды работали хорошо, чтобы не было этих бляшек. Как считает руководитель общественной организации «Доброе дело» Николай Романенко, подобное общение волонтеров и представителей власти – хорошая возможность. Что называется, сверить часы по ключевым вопросам, найти точки соприкосновения. Для того, чтобы органы власти услышали, и эти проблемы были решены уже системно на высшестоящем уровне, для этого встречи такие важны, когда власть слышит волонтеров, когда совместными усилиями можно решать те или иные проблемы. В планах у торжокских волонтеров реализация других проектов. Конечная цель, рассказывают добровольцы, помочь как можно большему числу граждан.